всем привет с вами не сблог на канале крипто комманс за выходные произошло много интересного поэтому с порцией свежих актуальных и важных новостей не теряя времени мы переходим к делу итак сегодня в выпуске комиссия по ценным бумагам и биржам сша отклонила петицию coinbase о конкретизации крипторегулирования стали известны подробности отправлены в комитет сената сша писем компании тизер в результате взлома очередной декс были украдены nfc на миллионы долларов ftx вскоре планирует завершить банкротство и вернуть миллиарда долларов своим кредиторам и завершить наш выпуск краткосрочные и среднесрочные анализы происходящие на рынке ситуации от тима неграунд и бенджамина кована оставайтесь нами и так сек отклонила петицию coinbase о конкретизации крипторегулирования поскольку рынок криптовалют продолжает расти и развиваться все более очевидной становится необходимость в специализированной нормативной базе чтобы закрыть эту потребность coinbase подала петицию в комиссию по ценным бумагам и биржам сша с просьбой разработать конкретные правила для рынка криптовалют и сек эту петицию отклонила комиссия заявила что петиция о нормотворчестве в кавычках не обоснована и что существующих законов о ценных бумагах для регулирования криптоактивов достаточно председатель секторе генслер поддержал решение комиссии заявив что существующие закон о ценных бумагах в кавычках способны адаптироваться к развивающемуся характеру рынка криптовалют а рынок криптовалют составляет небольшой процент от общих рынков капитала и что сек необходимо соответствующим образом расставить приоритеты в своих усилиях по регулированию в общем у старого певца появилась новая песня и теперь о приоритетах но ключевое лишь бы не добавлять никакой ясности и продолжать правоприменительную практику очень хочется верить что даже если не вмешательство конгресса то межрегуляторное разбирательство cftc сдвинет с места регуляторный локомотив который уверенно держится на месте тормозным механизмом по имени гэри генслер стали известны подробности отправлены в комитет сената сша писем тезер стоящая за крупнейшим стейбл коином компания тезер опубликовала два письма которые она направила в комитет сената сша по банковским жилищным и городским делам и комитет палаты представителей по финансовым услугам основная цель это решить вопросы поднятые сенатором синтии лумис и представителем френчем хиллом о возможном использовании стейбл коинов незаконной деятельности такой как финансирование терроризма и отмывание денег недавно назначенный генеральный директор паула ордаина заявил что его компания благодарна возможности решения этих вопросов с правительством сша он добавил что тезер стремится стать цитата партнером мирового класса властей сша поскольку они цитата продолжают помогать правоохранительным органам и расширять гегемонию доллара во всем мире что тут можно сказать с одной стороны тезер преследует свои корпоративные интересы защищая свой бизнес конечно же до cvcb тизеру очень далеко и вряд ли он им когда-нибудь станет но с другой стороны ответьте себе на вопрос что вас больше всего беспокоило при использовании стейбл коинов конечно же его привязка к курсу и хоть тезер является самым крупнейшим стейбл коином риски всегда были поэтому усиление взаимодействия с властями сша такие риски будут лишь минимизировать одновременно повышая и риски изъятия но пока ваши монеты не засветились в серых делах объемы ниже радаров особо беспокоиться не о чем но никогда не забывайте лучший способ хранения ваших активов это холодный кошелек и только нативная криптовалюта идем дальше в результате взлома украдены nfc на миллионы долларов 16 декабря торговая пи-ту-пи платформа nfc трейдер подверглась взлому в результате чего хакер украли nfc токены на миллионы долларов на своей страничке твиттера nfc трейдер подтвердил инцидент заявив что атака была нацелена на старые смарт-контракты среди украденных nfc как минимум 13 токенов мючил айп яхт клаб и 37 токенов борт эйп а также nfc в фрэнс и уорда фуман что суммарно составило почти три миллиона долларов убытков до сих пор остается неясным сколько хакеров воспользовались данной уязвимостью здесь мы с вами видим тот же самый пример о котором мы очень много раз говорили оставлять открытые разрешения для смарт-контрактов крайне опасно тем более если они очень старые если вы увлекались или увлекаетесь dex проверьте свои адреса на открытые разрешения для многих популярных блокчейнов это можно сделать онлайн например на сайтах tron scan и за скан и других а еще лучше любые активы хранить на отдельных кошельках и лучше всего аппаратных ftx планирует вскоре завершить банкротство и вернуть миллиарды кредиторам планы по реорганизации ftx идут полным ходом и теперь команда планирует в ближайшее время положить конец банкротству важным событием стало обнародование ftx trading limited своего последнего предложения в котором изложены планы по возврату клиентам и кредиторам миллиардов долларов тем не менее несколько важных вопросов по реорганизации остаются без ответа что повышает неопределенность в отношении потенциального возрождения закрывшийся биржи ftx предлагаемая стратегия выплат предназначена для распределения миллиардов долларов наличными при условии ликвидации значительной части криптовалют компании что ж сага ftx постепенно идет к своему концу иронично что подобные новости для рынка являются позитивными что напоминает о не менее ироничной поговорки гласящий хочешь сделать хорошо сделай сначала плохо а потом как было и завершает наш выпуск анализ ситуации происходящие на рынке от тим андеграунд и бенджамина кована начнет свой рассказ в краткосрочной перспективе происходящего тим андеграунд давайте послушаем ребята всем привет начну я свой рассказ того что представлю свое видение по цене биткоина если по существу то я ожидаю движение цены биткоина сюда вверх более того я даже открыл позицию в лонд который в настоящий момент себя чувствует замечательно мое ожидание того что эта фигура станет какой-то степени падающего клина являющаяся классическим и довольно стандартным паттерном при этом я действительно полагаю что мы в короткое время может быть за 24 часа может быть 48 пойдем значительно выше данный паттерн нисходящий клин является довольно классическим и часто предшествующий значительным движением вверх означающий вот этот диапазон вместе с этим замечательным паттерном нисходящего клина тим спасибо тебе за доступное объяснение и краткость а что там на более долгосрочном горизонте и здесь нам на помощь приходит бенджамин ковен привет бен как дела расскажи нам что там по рынку всем привет и спасибо что вернулись в крипто вселенную сегодня мы с вами стоит стоит бен подожди ребята уже поставили под видео лайк а на канал подписались так что давай-ка без лишних слов и сразу к делу спасибо дружище хорошо и так даже с учетом того что максимальное отдаление от полосы 20 недель на скользящий средний достигла вершины на неделе с 13 марта заметьте что после последующей красной свечи и нескольких зеленых движущихся в никуда у нас было последнее финальное движение вверх перед тем как мы спустились обратно к полосе поддержки бычьего рынка таким образом у нас образовалась уверенное движение вверх красная неделя пару недель совершенного ничего и последующие 7 процентное движение вверх теперь будет ли у нас повторение нечто похожего вероятно нет у нас было 8 недельная растянувшиеся движение вверх а здесь одна единственная зеленая свеча здесь эта свеча дала около 28 процентов но ни одна из этих свечей 28 процентов нам не дала но во всяком случае общее итоговое движение стало значительно большим если посчитать сначала то есть около 64 процентов но все дело в том что в данном случае мы приходили в себя около трех недель затем финальный рывок так что представьте себе на что похоже вот это в общем если нам предстояло бы повторить это же движение аналогично что скорее всего вряд ли произойдет но если произойдет это будет буквально значить что нас ожидают несколько следующих неделю а флэйте а затем на первой неделе января нас ожидает еще один пам что связано также со всей истории т.ф. но все же 17 процентное движение вверх от текущего уровня по сути приведет нас к тому уровню где мы были до этого то есть примерно к 44 тысячам но в любом случае это интересный график который достоин нашего внимания ведь мы уже наблюдали это продление от 20 недельного скользящего среднего до этих ключевых уровней при этом не один раз бэн большое тебе спасибо ты не только подтвердил но еще и усилил нашу веру в крипто и в наше светлое будущее и на этой позитивной ноте мы заканчиваем наш выпуск и надеемся что он был вам интересен и полезен мы изо всех сил продолжаем стараться для вас поэтому не забывайте нас благодарить вашими лайками подпиской и комментариями до встречи в следующем выпуске и всем пока